Моя дочь была осуждена и находилась во Владимирской области, в колонии. За период отбывания там наказания она приобрела 14 достаточно тяжелых заболеваний, одно из которых это опухоль позвоночника. В связи с тем, что там ненадлежащим образом оказывалась и медицинская помощь, я обращалась неоднократно в АПСИН России, в медико-санитарное управление, о том, чтобы ее перевезти в Москву, в больницу МСЧ-77 и провести обследование с помощью специалистов гражданского здравоохранения. 3 октября 2019 года она поступила в СИЗО-1, вот в эту больницу МСЧ-77 в городе Москве. Ей проводились какие-то мероприятия лечебные, ставились там и капельницы, осмотры были врачами, что-то брали, что-то не брали. Ну, в общем, 25 февраля ей была проведена только магнитно-резонансная терапия, которая, в общем, показала рост опухоли в два раза. Вот, соответственно, нужна была консультация профессионального высокого уровня специалиста, невролога и нейрохирурга о том, что как дальше может развиваться это заболевание. Мне было отказано в этой консультации, я ездила в институт неврологии, договорилась там насчет платной консультации, но мне отказали ее вывозить. Дальше, значит, у нас подошло время подачи на условно-досрочное освобождение. 6 марта было подано ходатайство Преображенский суд, назначено заседание было на 31 марта. За час до заседания судья перенесла рассмотрение ходатайства на 22 апреля. И с 31 числа ФСИН объявил карантин. 13 апреля я узнала о том, что моей дочери нет в СИЗО. Я забила тревогу, поскольку, значит, сделала ей два интернет-заказа, и мне пришли возвратные чеки о том, что получатель отсутствует в этом СИЗО. Я, конечно, перепугалась, на каком основании, ведь объявлен карантин, то есть запрещены все передвижения, куда делась моя дочь. Значит, исчезнуть она могла только, ну, знаете, это было просто страшно даже себе предположить, либо на кладбище, либо ее могли этапировать. И то, и другое это преступление. Вот, соответственно, я сразу же во все инстанции обратилась с заявлением о преступлении, вот, о пропаже дочери, и просила провести строгую тщательную проверку и выяснить все обстоятельства исчезновения, потому что одна моя дочь, она не могла исчезнуть. Вот, судя по предыдущим публикациям в сети, и это волнует очень многие граждане, в том числе и моих знакомых, родственники которых там находятся, они не могут никак установить их местонахождение. Поэтому здесь требуется очень серьезная проверка, что все-таки происходит там и куда пропадают люди.